Всем здоровки, дорогие друзья! С вами я, Камарачи, и в этом видео мы с вами попробуем половить леща. Сидел я, сидел, и такой думаю, блин, ну не сидится на месте, да, вот в жопе шило. Почему бы не попробовать половить леща? Рыба, конечно, крупная, и если она будет клевать, она, возможно, может мне оборвать снасти, но азарт, азарт, ребята. Поэтому телепортируемся до точечки 11126, и... нет, 11126, и попробуем половить леща. И вот мы с вами на месте, где мы сейчас будем ловить леща, снасти заброшены, всё готово. Одну поставил на навозного червя, и две на перловые каши. Увы, горохового теста я сделать пока что не могу, о чём мы не можем, я не понял, что за фигня происходит. У нас на корабле. Почему я не могу? Не могу. А, у меня тут спиннинг стоит. Всё понятно, я думаю, что я не могу взять лопату. Потому что я заметил, что как бы навозная червь тоже стоит бабок. Поэтому копаем, ребята, копаем. Опа, и первые две поклёвочки, что не может не радовать. А ну-ка, проверка на прочность. Оп. Оп. Будем смотреть. И первое на навозного червя. Ну, это какая-то мелочь, да, у нас? Белоглазка клюнула. Ну, что-то я как-то... Эту рыбу я не рассчитываю на эту рыбу. Я рассчитываю на леща. Нам нужен лещ. Мы пришли за лещом. Ну, это что-то посерьёзнее. Но, наверное, это не лещ. Перлова каша, в принципе, очень хорошо себя, Оле, подлещик, это подлещик, зарекомендовала. Да, всегда и везде белая рыба на неё клюёт хорошо. Да, и, в принципе, карасик не брезгует. Да, и другие виды рыб. Но лещ, такая рыба, я думаю, её надо крупно ловить на тесто. Уж никак не на перловую кашу. Но, почему бы нет, это в Юнец. Может быть, именно на этой локации здесь и нету карася. Или такой более мелкой рыбы. Поэтому будем пробовать, естественно. Ну, что ж, пока у нас один лещик только. Но посмотрим, сколько мы сможем заработать. Густеру и платву мы не считаем, потому что я её выловил на той локе, где я ловил головля. И будем, естественно, смотреть выхлоп по деньгам. Сколько у нас получится на лещовой, так сказать, заводе. Такая проверочка на прочность в поисках леща. Посмотрим, что это нам даст. Может, здесь будет по опыту покруче. Может быть, здесь будет по деньгам лучше. Но, вот видите, это уже осечка, а не пескарик. Кстати, пескарик не такая уж и плохая рыба, хочу вам сказать. Если ловится трофейный пескарик, он стоит очень неплохих денег. Поэтому вы сильно там не этот. Если вы такие, фу, пескарик, фу, не-не-не, ребята. А это в русской рыбалке 3.0 или там русская рыбалка Pinstitution Soft, там была эта рыба хрень. А здесь эта рыба не хрень, не понял. А вот, вот это уже туда немножко. Но, конечно, зачётный лучше, лучше зачёта ловить. Но клёв идёт, ребят, посмотрите. По сравнению с местом, где галавль, здесь клёв намного бодрее. Тут сказать прям что-то против не могу. И густёрка пошла. Ох, красавица моя любимая. Вот, тадам. Клёв идёт, ребята. Клёв идёт. Так, вот это, по-моему, тут поклёвка была сразу при забросе. Или нет? Не, это уже я ошибся. Написано, клипса 10 метров. Ну, вот у меня одна снасть, вот эта вот первая, на десятку стоит. Пока разницы, как бы, сильной я не ощутил. А вот эти две у меня на девятке стоят. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может быть, конечно, переделаю на десяточку все. Но, как видите, течение подсносит. Вообще, надо ловить на петлевую здесь. Но, так как петлевая не открыта, естественно. Мы ловим с вами на обычный фидер, донку. Но это нам не мешает, как вы видите, вылавливать неплохие экземпляры рыбы. И, как бы, лещика мы их поймали. Двух. Посмотрим, что будет дальше. Итак, я перешел обратно на свое место, потому что там было как грустно, если честно. Вот, вот, до суда было грустно. За все это время можете отследить, сколько прошло. Пришел сюда и, как всегда, пришел под ночь. А ночью здесь не фонтан, если честно. Но, половлю, еще я закинул на карамель 8. Смотрю, будут ли клевать густера здесь, потому что на опарик она клюет. А, может быть, она еще и будет клевать на карамель 8. Но, пока что, ни одной поклевки не было. Сейчас посидим, посмотрим, что как будет. Возможно, опять перейду на то же место. В ночь половить леща. Не знаю, чем увенчаются ли успехом мои вот эти вот пахадоны. Но, может быть, что-то да будет. Если ночью там будет клевать неплохой лещик, то мы с вами его половим. Нет, так значит провальный день. Итак, ребятки, полдесятого. Телепортируемся до леща. Мы на месте. И закинул я уже на первую перловка, вторая червь навозный и третья каша овсяная. Посмотрим, какая будет ночь. Вот уже первый чувачок поймал леща, второй поймал леща. Я думаю, дело должно уже пойти. 22-10 часов лещик должен ловиться. На что будет... Сейчас на что первое вытаскиваем, то, в принципе, и закидываем. Вот на перловочку вижу, что уже там что-то, какой-то движ идет. Поклевки какие-то есть. Ну и закинул я ее первее, конечно. Но все равно, то есть ждем. Ждем, ждем. Если на перловочку будет очень хорошо заходить, то, естественно... Так, не видно, вводит что ли. Давайте проверим. Да. Перловочка зашла отлично. Вот это вот лещ по-любому. Либо очень крупная платва, либо лещ. Но сомневаюсь, что это платва. Сейчас подтянем. По-моему, лещ. На леще очень хорошо идет опыт. Сейчас я вам покажу. Ну, да, глядите. Лещик. Но такой не очень. Это под лещик, я его считаю. Под лещиком. Вот свыше килограмма опыт уже заходит за 500. То есть, сами понимаете, разница есть. Поэтому давайте... О, тут тоже, оказывается, поклевочка была. Но тут что-то поменьше. По-моему. Да. На червяка. Нет, давайте поставим все-таки кашу перловую. На нее клюнула первей. И, естественно, на нее клюнула покрупнее. Здесь у нас тишина. Поэтому вытаскиваем... Ой, кашу. Просто перловку. А, не, кашу. А то у нас что было? У нас тесто, да? Перловое. Ну, перловое тесто это не фонтан, ребят. Поэтому ставим кашу. И будем пытаться, будем смотреть. Блин, леску вообще не видно. Я не знаю, как вам. А мне вообще ни хрена не видать. Вообще, что происходит. Полный мрак. Вообще, полный мрак. Если там я видел, то здесь я вообще не вижу блески. Во. Вот так хоть что-то я вижу. И то... Может без фонарика лучше? Нифига не лучше. Короче, ни хрена не видно. Ребят, короче, печаль. Принимать, точнее, понимать придется только, когда берешь удочку в руки. Потому что поклевок я по леске вообще совершенно не вижу. Это, конечно, грустно. Если честно. Это называется ловить вслепую. О, платва клюнула. Вслепую ловить, конечно, не хочется. Но я совершенно не вижу, клюет или нет. Поэтому буду сейчас как-то экспериментировать. Вот так вот поднимать. На Р-ку. Вот, если есть, все, будем вытаскивать. Нет. Значит, оставляем. Будет стоять. И так через время будем проверять. И я не вижу. Я не знаю, почему так. Но мне не видно. Вот рыба. Опять платва, походу, да? Ну, блин. Да. Что-то лещ не идет. Не идет. И лески вообще не видно. Я не знаю, почему мне не видно леску. Странно. Очень странно. И то, что идет платва, очень странно. Обычно у людей... Вон она. Куда уже затащила. Охренеть. Короче, я смотрю, клев тут бодрый. Но надо почаще смотреть. Или даже это может быть лещик. Что-то на лещика похоже. Но очень маленький. А вон люди ловят очень таких неплохих. По кило. Ловят по полтора. А что? Да. И уже, как видите, опыта сразу поболят. Дали. Ну ок. Что, будем стараться. Вот. Уже кто-то сидит. И так, в принципе, можно ловить. Это, конечно, не то, что я себе представляю. Но... Если будет клевать крупная рыба. В принципе, это тоже допустимо. Я считаю. Лишь бы только все ловилось. А что? У меня так долго инерцион крутит? Почему так долго? Или он так далеко утягивает? Одну из двух. Вот. Смотрите, сколько опыта дал лещик. То есть... Вообще, крутяк. Не, это уже мой косяк. Что так долго? Но клюнуло быстро. Давайте вторую проверяем. Уже и на второй сидит. Что-то сидит у нас. Вон идёт. Короче, круто, ребят. Клюёт. Будем смотреть, сколько у нас получится по деньгам. По деньгам. Вот как только перестанет клевать лещ, примерно, наверное, пройдёт час. Где-то... Что такое? Не могу понять. Блин, какая дурость вот эта, когда рыба по кругу летает. Меня это бесит, если честно. Кто такую хрень придумал, не знаю. Так. Нет, ну что. Гляньте, какого красавчика я поймал. Опыта почти под косарь. О, вот расцвело и теперь, ну, светает потихоньку. Теперь мне видно уже. Вот это вот плюс огромный. То я ловил вслепую. Ну, предварительный итог. Вот как я ушёл, да. Я не знаю даже, где отследить, когда я ушёл. Но, может быть, вот отсюда, да. Вот где-то. Вот пусть даже вот отсюда. Ну, как вы видите, в принципе, сколько? 6-12 рыб за ночь. Даже, возможно, побольше. Я неправильно считаю. И ещё, как бы, ночь не закончена. Это, наверное, часов до 5 утра будем ловить. Я думаю, результат достойный. Достойный. Плюс, может быть, я ещё какие-то поклёвки прозевал. У меня ещё навык не прокачан на полный. То есть, много, да, всяких нюансов различных. Но уже то, что здесь ночью профитное, можно половить. И плюс ещё подбить опыта. И, как вы видите, шкала опыта, она заметно у меня, как бы, то есть, увеличилась. Это уже хорошо. Но тут тоже, естественно, как всегда, везение. Попадёт, не попадёт. Если лещ больше килошника клюёт, ну, больше кило, то вообще-то, да, идеально, отлично. Вы получаете хорошее количество опыта и денег, не знаю, продадим. О, вот это, по-моему, вот туда килограммчик должен быть. Должен быть. Вот, ребята, место. Можете вот пользоваться спокойно. Показал. Думаю, может быть, кому-то будет это полезно. Потому что, действительно, место неплохое. Ловить тут можно. Лещ тут есть. Как видите, на самую простую наживку. Не надо выделываться. Не надо что-то тут придумывать. Искать какие-то там дорогие наживки, да, дорогие. Блёсны или ещё что-то. Хотя бы лещ на блёсны, наверное, не клюёт. Это я так просто ляпнул. Всё просто, всё ловится замечательно. По деньгам потом посмотрим. Итак, мы с вами добрались до кафехи. Давайте посмотрим, сколько можно выручить денег. Плотва клюёт там, где лещ у нас был. Поэтому мы спокойно её продаём. Ну, это, естественно, с кафе. Сколько у нас получится по деньгам? Так. Продаём. У нас получается 8,5 монет. Густера, она клевала там, где и лещ, но в основном она клевала на... Где язик? Ну, то есть ещё. То есть 9, да, ещё 9. 29 монет, грубо говоря. У клейка так у нас нету. Хотя, по-моему, лови у дрессены тоже у нас нету. Уже заработали денюжку. Ну, ладно, густерку не будем считать. Будем считать 8 монет чисто мы взяли с плотвы. И теперь мы посмотрим, сколько мы можем выручить, естественно, за леща. Леща мы начали ловить... Ну, где вот... Наверное, вот... А, ну ещё мы днём ловили, да? В принципе. Ну, вот давайте вот отсюда мы возьмём. Ой, а как так? А почему оно так не делается? Странно. Ну, ладно, короче, грубо говоря, 45 монет. Ну, то есть по денюжкам, сами видите, сколько получается. По денюжке, естественно, сами видели, сколько у нас с вами получилось заработать. Считаю, что утром, точнее, весь день надо сидеть на головле. А уже в 9 часов, когда стукнул 9, надо бежать туда и ловить, естественно, леща. А тогда так будет намного прибыльней и намного профитней, нежели сидеть чисто и всю ночь ещё на головле. Поэтому всем огромное спасибо за внимание. С вами был Акамарачи. Отблагодарите подпиской, лайком и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok